МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Блестящим примером оперативно-тактического взаимодействия партизан и подпольщиков с частями Красной Армии при освобождении восточных районов Беларуси является второй этап рельсовой войны. В ходе этой операции было подорвано 90 тысяч рельсов. В октябре партизаны ежедневно пускали под откос в среднем по 28 эшелонов противника. Заключительный аккорд боевого взаимодействия встречного Белорусского партизанского фронта — Белорусская наступательная операция. Уже в самом замысле операции «Багратион», кроме мощных наступательных ударов четырех фронтов первого прибалтийского, третьего, второго и первого белорусских, Ставкой Верховного Главнокомандования было предусмотрено активное участие в операции белорусских партизан. В планах действий, разработанный белорусским штабом партизанского движения, был согласован с командованием наступавших в Беларуси фронтов. В соответствии с этим планом партизаны всеми наличными силами и средствами создали встречный фронт, приближавший день полного изгнания захватчиков за пределы советской страны. К началу операции «Багратион» в непосредственном тылу группы вражеских армий «Центр» находилось 150 партизанских бригад и 49 отдельно действующих отрядов, которые имели богатый боевой опыт, четкое военно-политическое руководство и были связаны двусторонней радиосвязью с центральными руководящими органами ЦК КПБ, Беларуси и белорусским штабом партизанского движения. Свыше 250 тысяч человек числилось в составе скрытых партизанских резервов. Народные мстители получили необходимое количество взрывчатых веществ, боеприпасов и других средств. Всего за период подготовки к операции «Багратион» партизанам Беларуси было заброшено 560 тонн боевых грузов. В партизанские отряды было направлено 128 человек – радистов, подрывников и других специалистов. Устойчивая связь между партизанами, белорусским штабом партизанского движения и командованием Красной армии поддерживалась работой 130 радиостанций. Партизаны передавали ценные разведданные. В программе ЦК КПБ Беларуси и белорусского штаба партизанского движения от 8 июня 1944 года подпольным партийным органам, командирам партизанских бригад и отрядов ставилась задача – провести одновременную операцию по подрыву железнодорожных рельсов на основных коммуникациях. Подготовленная в строжайшей секретности, эта операция была проведена в ночь с 19 на 20 июня на главных коммуникациях группы «Армий Центр». На железнодорожных линиях Пинск-Лунинец, Борисов-Орша и Молодечно-Полоцк. Маршал Советского Союза Георгий Константинович Жуков в своих мемуарах писал, что операции партизан Беларуси в период ее освобождения парализовали вражеский тыл в самый ответственный момент. Этот третий этап рельсовой войны завершился вместе с победоносным окончанием битвы за Беларусь. Всего за мужество и героизм в борьбе с оккупантами 87 партизан и подпольщиков, 9 из них женщины, были удостоены звания Героя Советского Союза. Орденами и медалями награждено 140 тысяч человек. Героя Советского Союза